Музыка Музыка Всем привет! Тяжело представить, что через некоторое время мы со Славой полетим над этим аэродромом, над лесами, над горами, над зелеными долами, да, Слава? Вот, полетим, ну, по несколько знаковым для меня местам. Это будет, значит, сейчас мы на аэродроме Мочище, потом мы полетим на Машнино. С Машнино мы возьмем курс на Сарапуку. Мы сделаем кружок над дачным обществом Березка, над моим домиком, над домиком моих соседей. И дальше пойдем по Ине, по реке, которые, в общем-то, мы сплавляемся каждое лето. Только сейчас мы покажем, как это все выглядит сверху. Мы долетим до Плотникова, а там, Слава, мы на Плотникова обратно возьмем курс на аэродром Мочище. Итак, ну, смотрите, вместе с нами. Все, привет! Итак, А-22. Летучая лисица Foxpet. Двухместный сверхлегкий высокоплан, разработанный в украинской компании Aeropract, под руководством Юрия Яковлева. Максимальная скорость 220 км в час. Крейсерская скорость при оборотах 4300. 130 км в час. Дальность полета 580 км. Максимальная продолжительность полета 4 часа 30 минут. Двигатель Rotax 912. Мощность 100 л.с. Размах 9,55 м. Длина 6,23 м. Высота 2,4 м. Площадь крыла 12,62 м2. Максимальный взлетный вес 450 кг. Вес пустого самолета 306 кг. Вот такой нам достался зверек! Прогреваем двигатели перед полетом. Вот Слава еще раз сверяет маршрут, расчеты, чтобы не было никаких путей лишних происшествий. Там написано было, что нельзя самостоятельно вводить самолет в штопор. И делать фигуры высшего пилотажа. На приборной доске было написано. Площадь крыла. Значит он сказал поехали и махнул рукой. Так Слава кричит обычно. ну вот все оторвались от земли здесь мы видим ограждение аэродрома полоса закончилась и вот я решил полететь не скажу как многие что это было моей мечтой но было интересно решусь ли и немножко жутковато вот в больших стальных птицах чувствуешь себя более защищенным чем в маленьком двухместном самолетике чуть больше автомобиля хотя конечно это не так но робость рассеялась сразу же как только мы взлетели ведь вот эти крохотные избушки кажутся игрушечными кажется можно сдвинуть их ногтем я пролетал над своим дачным домиком вот когда я залезал на его крышу чинить трубу было страшно это была высота а если подняться сотни раз выше разум отказывается верить такую высоту и ты просто наслаждаешься видами а смотреть было на что ведь когда едешь на дачу по дороге то видишь лишь дорогу а то что справа и слева на много километров остается недосягаемым а вокруг так много красивых озер рек полей лесов так и никогда не узнал бы если не взлетел а река сколько сил мы тратили на ее покорение как легко скользить над ней и снова силы вот начинаешь любить эти крохотные уголки на огромной земле сзади надпись что аптечка и огнетушитель находится в багажнике там же находится буквально не много наших вещей мы много с собой не брали этот полет был более-менее спокойный потому что когда мы попали в грозу во втором полете забегу вперед нас конечно так болтало что с рук я снимал еле-еле даже не знаю получится ли что-нибудь но здесь получилось кое-что во втором полете у нашей модели самолета был парашют первом полете его нет такая капсула в парашютом я потом покажу во втором видео но он нужен больше для того чтобы буксировать планеры как мне объяснили они для того чтобы спускаться хотя возможно можно спускаться на нем во время аварии интересный домик буквой п интересный на самом деле дворик у него какой-то интересный мошколка от барлакский сельсовет ну вот восточное шоссе получается барлак по эту сторону восточного шоссе и здесь же остановочная платформа раздольная вот мы видим железнодорожную линию по столбами потому шоссе собственно это северный объезд по нему мы добираемся до мошкова когда едем на дачу ну вот река зелонова каменка река барлак большой барлак включаем турбодвигатель на самом деле скольная съемка чтобы но зрители не так было скучно смотреть до ускорение три раза где-то в три в четыре раза ну а вот реальная скорость полета происходит вот так вот с другой стороны поселок барлакский мы видим тут переезд дорога идет через дорогу реест так дурбодвигатель полетели дальше пока летим вдоль железной дороги вот он слева так вот тут еще один переезд ответвление железной дороги но слова что-то интересное показывает там внизу но него в общем-то большой опыт полетов уже и он есть что рассказать им удивленные глаза вот хочу обратить внимание на такие просеки которые видно сверху может быть снизу их не видно вот интересно кто тоже делать и просеки для чего-то да кто-то по ним ездит то есть деревья по этим просекам не растут но это дорога сельская итак мы движемся на машине но вот по моему мы видим уже ту дорогу по которой которая идет от мошкова к нашим дачам через машину он машинки по ней ездят это как раз та дорога по которой мы движемся ну естественно мы через машин через переезд здесь мы все срезали на самолете это проще и быстрее хотя скорость не очень большая где-то порядка 140 километров в час поселок машнино усадьбы увидим лёшину усадьбу алексея ну здесь у нас оленина солонина деревенские яйца он у него там искусственное озеро рыбка то есть ну прям целое хозяйство алексея многие знают там написано оленина в общем-то рыба и многие у него покупают магазине это все и это все многое продуктов красноярского края но если вы были то знаете так включает оба двигатель вас и все мощнее но там протекает река ора как вы видели там знак есть гора летим дальше вдоль нашей дороги которая ведет на даче вот смотрим сколько здесь до лесов за грибами ходить ну если знать места то прям замечательно дорожка наша извивается вот по ней мы ездим всегда но я уже по ней больше 30 лет езжу поэтому когда не было дороги вот эта речка это было самое топкое место через него даже джипы не при всегда проезжали глина была постоянно ставил трактор за бутылку водки выдергивали машины либо если одна дорожка было ехали по очереди оттуда сначала потом туда такое реверсное движение но это было давно сейчас асфальт все-таки раньше мы ездили по глине очень был тяжело я на жигули например на своей цепи одевал вместе то реки вот здесь поворот замедлим съемочку поворот на наши дачи это нам от кого нам от кого там три километра 300 метров и налево березка будет но мы сейчас полетим дальше вдоль этой трассы значит на деревню сарапулка куда в общем то ну за ними лучше раньше мы в юности гоняли за водкой по ночам да потому что ну на дачах мало что мы купить вот скелеты коровников прям какие-то архи и архи развалины археологические очень много хозяйства заброшенного сарапулки но вот во время перестройки все очень сильно перестроилась главная трасса и вот по этой трассе справа она осталась мы заезжаем сарапулку до озера на озере я не был никогда сейчас вижу что она тут присутствует впереди река иня наконец-то то есть ниже по течению собственно говоря и наши дачи но мы по той трассе не поехали мы вот поехали по этой сейчас сейчас на сарапулка сделаем разворот и полетим в долине ну хорошо сверху можно посмотреть я например не знал вот очень многого что там есть на озеро что есть еще вот здесь такие постройки разворачиваемся полетели в долине вот сарапульский мост он достаточно новые раньше там были трубы брошены но их зеленые запретили убрали трубы зато видны вон там возле моста остатки всяких бетонных чурок чушек через которые вот я мы если мы поплывем явил ребята лодку тащили по берегу боялись зацепить сельский клуб в котором нас били с андрюхой лаврентьевым ночью когда мы приехали туда на дискотеку ночную и включили кассету рамштайна нас я деревня пенала кувшинка слева остается даче вот видно железнодорожную линию по которой мы приезжаем потом переходим по мостику те же съемки только камерой canon вот сарапульский мост вот там это все пенится весь мусор оставшийся после труп озера тоже вон вышки и видим наконец-то у нас связь появилась нас раньше не было связи на дачах вот-то а там вдалеке дорожка по которой мы едем на даче да да озеро нужно будет доехать как-нибудь надо не ночью на дискотеке ездить до трамштайном а вот на озеро купаться это лучше сарапулка очень-очень старая деревня я не знаю сколько лет но я знаю что очень старая эти сарапулки есть и в других на районах россии несколько сарапулок я знаю что слово значит не знаю говорит трава возможно так так а значит летим вдоль реки и впереди уже виднеется наши дачи общество березка тут поля даже распаханная есть по дороге вообще очень много интересна с высоты на самом деле чего вот так вот не пешком не на автомобиле не вот дорожка на даче которая ведет от мотковской от куска остается там а здесь дорожка по которым и заезжаем вон там про лесок через которую проезжаем и заезжаем прямо в наше общество березка вот между пролеском и березкой мы в стародавние времена садили картошку бедная моя спина вижу уже свой дом дом соседей там сразу получается центральная улица мимо магазина которая проходит ну надо сказать что я вот был при самом основании дачи конечно на этом месте лес рос я грибы еще собирал домиков было мало практически только начали вырубать это был по моему 87 год одним из основателей был мой дед вересов василий григорьевич ему сейчас 102 года это датчик гидромеханизации ну вот съемки мы смотрим с крыла самолета с камеры gopro также сейчас летим с левой стороны вот это новые дачи здесь были паханые поля трактора постоянно пахали в общем то по вот этой дорожке которая там папа побольше и вот наш мостик который ставят на лето а потом убирают вот по ней мы идем с электрички переходим через мостик и потом направо слева дачи линза вот мой домик наш домик вообще вот дачи березка до опять видим центральную дорогу которая идет от мотковской трассы магазин там марина за прилавком стоит слышала как мы стрекочем второй раз не долетели мы из-за грозы я думаю что сейчас мы делаем разворот и будет съемки как с камеры gopro с крыла так и с канона из кабины и ну с телевика телевик канон поэтому я думаю сейчас очень многие жители нашего общества могут ставить на стоп-кадры рассматривать свои дома вот дом сергея трофимович печкунова дом моих родителей ну вот этот первый дом собственно в который мой очень потом я переехал чуть-чуть сюда ближе островок а вот возле моста островок еще не обмелел вообще там темная это видно мель но вообще мы спускаемся с моста и ходим там получается такой пляжик но дальше дачи линза уже за мостом мост на зиму убирают теперь с канона мы видим значит вот мой дом значит вот дом соседский свет и морозовой полетели 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 ну здесь конечно дрожанка больше это съемка с рук ну тоже интересно с камеры она немножко все объемнее видно чем gopro трактора какие-то там пылят вообще нормально мы знать не знаем там идет такая работа да ну конечно пешком это все обхожено много раз по грибы в основном вот трофимыча дом опять делаем над домом трофимыча круг он ведь что в это время как раз пришел с рыбалки махал рыбой нам ну рыбы я там конечно не разглядел возможно где-то она там и есть видим дом лена и жени семичевых ну и конечно владимир михалыча баянова кто его не знает вот делаем кружок такой он там помойка блестит вот улетаем летим дальше значит опять включаем турбодвигатель мостик наш переносной оставляем сзади и полетели вдоль реки по которой в общем то мы вот в прошлом году сплавлялись с бара ушки как раз ускоренная съемочка слева у нас железнодорожная линия в них вдоль нее кстати дорога идет вот нужно заметить до дорога автомобиль на и подлетаем к станции льниха у нас была бара ушка это льниха вот мостик на льнихе раньше когда станции бара ушка не было мы ходили пешком вот отсюда вот туда ну самая скорая я ходил по 45 минут но это прям очень быстро ну а так где-то час час руберо это на себе носили все было конечно интересно и вот надо сказать то сосна которая встречается когда мы заходим на даче вот сейчас возле нее такой гадюшник устроили это очень плохо ну прям люди я прошу вас кто слышит не надо вот этого мусора не надо летим летим дальше вот здесь и не делает очень много изгибов просто колоссальное количество мы плыли где-то до паровозного от бара ушки мы плыли 12 часов обратно на электричке ехали 12 минут вы представляете до течение слабо и особенно осенью и очень много петель поэтому в позапрошлом году мы конечно добирались мы все это проехали и сели на паровозном и доплыли до восточной это все таки там петель нету а вот эти петли они уходят далеко от железнодорожной линии и вот эти петли они ну очень увеличивает расстояние в разы хотя там есть места вообще девственные вот мостик мы куда тут пролетели кто узнает свои мостики возможно это тоже паровозный восточная новородникова значит это все осталось под нами это мы все тоже проходили какой-то из годов на резиновых лодках на веслах ну здесь вот дачники я конечно всех мест с высоты не знаю вот тоже мостик это уже недалеко вот где-то от паровозного это недалеко от восточной вот это мост это мост в районе деревни плотникова поселок плотникова на сказать уже он большой вот этот мост который соединяет два берега мы под ним проплывали тоже на видео на первом видео когда плыли кроме и к свете шкляром на дачу юли из кариной значит вот машинки по нему ездят и вот мы его видим дальше он уходит по нему можно по этой дороге есть сверток на генезическую я точно помню я ездил когда-то и он уходит на гусинобродское шоссе выходит ну вот озеро здесь же находится ну я только знаю что здесь находится коттеджный поселок сокур южный то есть мы уже залетаем летим в сторону сокура собственно говоря уже летим возле его каких-то отдельных частей знаю что сокур южной деревне не помню как называется вот озеро дорожка неплохая тут в общем то не было никогда здесь ну смысле на земле поземление был так летим 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 turbo включили опять я вижу оба так и вот мы видим опять нефтебазу только теперь она у нас же папа по правой стороне получается вот она мы взлетали на баб по левой а теперь по правой красавица ваще конечно синенькая все на вот возвращаемся ну вот этот первый полет он был достаточно мягкий была хорошая погода поэтому с рук телевиком много что удалось снять турборежим еще озеро много озер видно сверху которые ну просто не знаешь даже о них нужно взять все на заметку можно съездить отдохнуть вот полоса прилетаем садимся уже на то же должным путями и прямо за полосу вот она наша желтая лисичка фоксбет мягкая посадка посадка на самом деле не жесткая просто но естественно что канон в руках пляшет в любом случае вот подъезжаем нашим ангаром из которых мы вывели самолеты в которые будем самолет заводить там как видите вот несколько таких желтых лисичек стоит но есть и другие конечно самолет и ну все наш полет окончен спасибо за просмотр всего хорошего подписывайтесь на наш канал до новых встреч ребята обнимаю вас а а Субтитры подогнал «Симон»